Судья, обвиняемая в мошенничестве и подделке документов, выслушала приговор суда. Согласно материалам дела, судья мирового суда Ленинского района Юлия Лешкова совершила ДТП. Но так как на своем Кадиллаке она ездила, не оформив ОСАГО, страховая возместить ущерб за нее не могла, а свои деньги судья отдавать пострадавшим в аварии не хотела и с места ДТП скрылась. Пострадавший вызвал ГИБДД, был составлен протокол, однако сотрудник автоинспекции, который знал, чей это автомобиль, пошел к судье и, как считает следствие, опасаясь гнева и недовольства судьи, это ДТП регистрировать не стал вообще. Однако пострадавший не успокоился, стал грозить жалобами, стал требовать компенсации, и судья, по-прежнему не хотевшая платить из своего кармана, решилась на мошенничество. Она оформила страховку и инсценировала ДТП. А потом всех задержали сотрудники ФСБ. Отправить судью мирового суда на скамью подсудимых дело сложное. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ходатайствовал об этом перед высшей квалификационной коллегией судей. Согласно обвинению, ей могли грозить до 7 лет лишения свободы. Юлия Николаевна, на какое решение суда вы рассчитываете? Почему нарушили? Я не могу объяснить. Вы слышите, слышите. Вы, может быть, с нами поговорите перед принесением приговора. Ситуация вообще в целом такая дурацкая. Попали. Я со своей стороны приложил усилия, чтобы до этого не дошло. Ну, вот Юлия Николаевна, она такая вот женщина специфическая. И решила, что можно вот пойти таким путем подставным ДТП. Я глупо согласился, потому что хотел как-то компенсировать ущерб. Хотел остановить машину. Подумали о том, что это уголовное наказание? В тот момент нет, не думал. Да и как бы повреждения-то были такими, но несерьезными. Не казалось это каким-то там мошенничеством. Ну, это было обоюдное их решение. Лешкова тут при чем? Они решали вопрос по возмещению ущерба, потому что он обещал, что создаст проблем по тем жалобам. Она стала жертвой с заложником ситуации. Просто ее убедили, то, что посчитали необходимым, запугали, что она судья. Будут жаловаться, что нужно, в принципе, договориться миром. А кто ему не дает? Второй, внями? Тонкин. Тонкин, несмотря на то, что он договорился, несмотря на то, что он договорился на месте ДТП, обменялись с контактным данным, он вызвал ГИБДД и сказал, что она скрылась с места ДТП. Изначально, когда ДТП было, как себя вела под судимой? Броска, даже так, немножко с агрессивностью. Потом, когда она мне позвонила, после того, как уехала с места ДТП, тоже достаточно так, в грубой форме, скажем, общалась со мной. Но она не верила, что она вообще совершила на меня наезд, и не верила, что повреждения ее машина могла нанести мне. Цена вопроса-то небольшая была. Мне выплатила страховая 27 тысяч, впоследствии, конечно. Она вообще на этой машине была первый день. Ей пригнали ее на работу, сожитель оставил ее на работе, и она уехала. Она не знала, есть полис или нет. Ей надо было добраться до дома, забрать детей с садика. Так как она приехала домой, увидела, что полис нет, она его сделала. Почему передоценировка она его сделала именно? Она его сделала утром, 20-го числа, 21-го утром она его сделала. Он длительный был. Почему она сделала прямо передоценировкой? А почему она ей сделала без полиса? Она первый день приехала. Ошибка была в том, что вообще, как бы изначально не вызвали ГИБДД. Я считаю, это глобальная ошибка была. Вызвать ГИБДД, и, понимаете, позиция сотрудников ГИБДД, она тоже здесь такая лояльная, лайтовая, непонятная. Приехал на следующий день уже с готовым постановлением о том, что скрыл с места ДТП. Но мы же с вами слышали на первом заседании. Якобы она попросила инспектора скрыть этот протокол. Она попросила инспектора? Да, зачем? Инспектор же это не подтвердил. Ну, зачитать можно все, что угодно в убедении, что она попросила инспектора. А инспектор зачем на себя статью вешал? Инспектор, на самом деле, своих показаний сказал не так. Что он сам принял такое решение, чтобы наладить с ней отношения. Да, следствие истрактовалось, что она позвонила, она его попросила. В итоге-то он не был зарегистрирован. Но это не было действительно инспектором ГИБДД. Приношу свои соболезнования по совершенному преступлению. Свою вину полностью признаю. Искренне раскаиваюсь. Тоже приношу извинения. Раскаиваюсь. Все. Признать Лешкова Юрия Николаевна виновна в совершении преступления. Присупленное честное 2 ст. 159. 3.5. Уголовникозорский фирм с назначением наказания и штрафа в размере 200 тысяч рублей. Признать Томпенко Кирилл Вадимович виновен в совершении преступления. Присупленное честное 2 ст. 159. Принят с уголовникозорский фирм с назначением наказания или штрафа в размере 150 тысяч рублей. Юрий Николаев, какое цель решения? Может, вы скажете? Так вы сами-то довольны? Почему-то довольны быть? Решение сюда приговора вынесен. Мы обязаны уважать относительно обжалования. Но примем решение после получения конкретно приговора. Судимость получается по оплаче штрафа снимается, оканчивается. То есть она будет не судимой после оплаты штрафа? Ну, получается так. В любом случае последствия огромные, да? Лишилась должность вашей штрафа? Нет, почему она? Ну, нет, почему? Шла на пенсию. Ну, неприятный момент, конечно, получился. Будем смотреть, будем рассуждать дальше. Кстати, что касается автоинспектора, который, испугавшись гнева судьи, скрыл документы о произошедшем ДТП и не дал хода этому делу, то в отношении него выделено отдельное дело производства, и он обвиняется в превышении должностных полномочий. Продолжение следует...